Так. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, какую работу делают классные руководители третьей школьной ступени и гимназии. В чём их задача? С нами поделятся опытом. Сегодня Ирина Танкман из Таллиннской теннисмейской школы. Рената Мойстус из Нарваван Алина Рикиколь. Светлана Высоцкая из Таллиннской 53-й школы и Вероника Ким из Аналиновской гимназии. Я сейчас передам слово Веронике. Вероника руководитель восьмого класса и мы послушаем о её опыте. Вероника, пожалуйста. Здравствуйте всем! Я учитель истории общества видения Тарту Аналина гимназия и классный руководитель восьмого класса. Надо сказать, что классным руководителям мне привелось работать несколько раз. Но таких маленьких я взяла впервые. Этот восьмой класс я взяла тогда, когда они были в четвёртом классе. И для меня это был очень серьёзный вызов, потому что до этого я в основном работала с учениками гимназической ступени. В нашем классе 24 ученика, 8 мальчиков, 16 девочек. Такое вот гендерное неравноправие. Но мальчики, в свою очередь, достаточно активные, чтобы компенсировать своё численное непревосходство. Дети добрые, отзывчивые, самостоятельные, где-то капризные, не всегда послушные. Ну, такие совершенно обновенные дети, с которыми мы, в общем-то, нашли общий язык и работаем достаточно хорошо. Если говорить о том, как у нас налажено общение с детьми и с родителями, то, естественно, если мы работаем в реальном мире, то есть в школе, то с детьми я общаюсь каждый день в течение практически всего дня. Тем более, что я у них преподаю историю. И общество ведения или иними СРПТОС зависит от года. Кроме этого, у нас созданы группы для детей, для родителей. Для родителей была сделана группа, создана группа сразу, как только мы встретились в четвёртом классе, и для детей чуть позже. Хотя для детей группа в Фейсбуке не самый актуальный вариант, потому что дети говорят, что это среда для общения пенсионеров. Они особенно в Фейсбук уже теперь не заходят. Вот. Кроме этого, для родителей есть рассылка в электронной почте. Вот. И таким образом налажена такая вот, ну, повседневная связь, если нужно какую-то информацию очень быстро распространить. Кроме этого, проводятся родительские собрания. Собрания я провожу два раза в год. Осенью в начале года, где-то в конце сентября, когда уже более или менее установится рутина. И, в общем-то, мы проводим родительское собрание для того, чтобы определить цели, задачи на предстоящий год, определить, куда мы хотим поехать, что мы хотим провести и так далее. И завершающее весеннее родительское собрание в конце мая тоже о том, как прошел год и какие нас ждут перемены в следующем году. Большое значение придаю развивающим беседам. Развивающие беседы, на мой взгляд, это один из очень важных инструментов, если вы хотите наладить контакты и с ребенком, и с его родителями. Устраиваю эти развивающие беседы, провожу раз в год, делаю график, предлагаю времена родителям, родители сами записываются. Обычно это происходит весной. У развивающей беседы у меня есть план, по которому проходит беседа. То есть я не импровизирую на ходу, а основные вопросы все-таки у меня подготовлены. И еще один принцип проведения развивающей беседы, который мне кажется очень важным, это то, что на развивающей беседе говорит должен ребенок, родитель должен слушать. Для меня она развивающая, потому что, во-первых, я как классный руководитель слышу тоже ребенка, но для родителя порой бывает просто это такое открытие своего ребенка, когда он в течение 20-30 минут слушает, что его ребенок говорит, как он говорит. И многие родители просто хотят это пережить еще раз. Поэтому у нас развивающие беседы, в общем-то, в достаточно большой части. В этом году у нас уже был создан план, начиная с апреля, но так как ввели карантин, я пока что точно не знаю, как мы будем проводить развивающие беседы, потому что использовать виртуальную среду мне не очень хочется, потому что развивающие беседы, на мой взгляд, достаточно интимный процесс, и было бы неплохо все-таки провести его в реальном пространстве. Вот и в развивающей беседе самый главный упор на то, что ребенок анализирует, как прошел у него год, чего он достиг, чем он гордится, что он хочет сделать лучше, и кроме этого он формулирует цели на следующий год. Эти цели он пишет, сдает мне этот бланк, на котором у него написано, что он хочет, чего он хочет достичь в следующем году, и по желанию ребенка он может их озвучить, эти цели для родителей, а может их оставить в секрете, это на его выбор. И следующего года развивающая беседа начинается, опять же, с того, что помнишь ли ты свои цели поставлены, и вот чего ты достиг. Поэтому развивающая беседа, она дает мне, как классному руководителю очень много, и очень много о своих детях узнают родители, поэтому я рекомендую всем классным руководителям, особенно в основной школе, использовать эту возможность проведения развивающих бесед. Решение проблем. Понятно, что ни в одном коллективе, не обязательно в детском, любом человеческом коллективе, происходит, возникают проблемы, происходят какие-то конфликты, и для того, чтобы эти конфликты разрешать хорошо, необходимо прежде всего выработать правила. Правила поведения, правила взаимоотношений, и вот ребята этого класса уже в четвертом классе в течение нескольких уроков создавали свою конституцию. Это происходила работа в группах, они предлагали варианты поведения, правил поведения, причем условие было поставлено, что мы не используем частицу «не», мы используем только утвердительные предложения, то есть правильные примеры поведения. И вот такую конституцию они создали в четвертом классе, и эта конституция так или иначе у нас действует. Возникающие проблемы, которые возникают в течение работы, стараемся решать с привлечением всех участников. То есть, ну я стараюсь, как классный руководитель, выслушать все стороны, участвовавшие в конфликте, и, ну прежде всего, дать им выговориться, дать им выговориться, и после этого принять какое-то решение. Если же ситуация очень серьезная, то обязательно приглашаются родители, и приглашаются родители не одной стороны, обеих сторон, и выслушиваются, и предлагаются варианты решения данного конфликта. Поэтому я считаю, что задача классного руководителя, прежде всего, все время быть в курсе дел класса, не быть равнодушным, не считать, что жалобы ученика — это просто его желание пожаловаться. Как правило, за любой жалобой стоит какая-то причина, и стоит классному руководителю в этих причинах разбираться. Потому что в противном случае, если я как классный руководитель покажу, что я не придаю значения тому, что они мне говорят, то доверие между мной и классом будет нарушено, и, в общем-то, мое классное руководство превратится в полную формальность, от которой не будет никакой пользы ни детям, не мне, как работнику. Классные школьные мероприятия, которые проводятся в классе. Мне очень нравится семейный день. Эти семейные дни мы проводили в 4-м, 5-м, 6-м классе. В 7-м классе из-за очень плохой погоды у нас не получилось провести. Семейный день заключается в том, что мы выезжаем на природу, и каждый ребенок выезжает в сопровождении, по крайней мере, одного родителя. Также допускаются братья, сестры, любимцы домашние, животные. Мы заранее планируем, в каком месте мы проведем этот семейный день. И этот семейный день, он чаще всего такой неформальный. Это игры на воздухе, это общение, это пикник. Но вот в этой неформальной обстановке, опять же, родитель видит и своего ребенка, родитель видит других детей, родителей других детей. И это очень помогает в сплочении у классного коллектива. Кроме этого, проводим классные вечера. Мои дети очень любят ночевки в школе. То, что я переношу, конечно, с большим трудом, потому что ночевать приходится на матрасе надувном. Но для них это, в общем-то, такой экшен. Они очень любят школу ночью, любят ходить по всем этажам и так далее. В этом году нам, к сожалению, не удалось провести такой вечер, потому что наша школа сейчас находится в ремонте, в Капитальном, и мы живем на маневренных площадях, поэтому этот классный вечер в этом году у нас не состоялся. А так, каждый год, иногда даже осенью и весной у нас проходит классный вечер с ночевкой в школе. А программу классного вечера готовят, как правило, дети сами. Это у меня тоже одно из условий, что если вы хотите себя развлечь, то вы прилагаете к этому усилия. Общешкольные мероприятия. У нас очень много общешкольных мероприятий, но я сейчас здесь на слайде отразила некоторые, потому что у нас существует такая традиция, что, например, Масленица весной, это у нас мероприятие, в которое включены все классы. Каждый класс готовит свой номер, песню и танец. Из-за того, что мы очень большая школа, у нас учатся больше тысячи учеников, в последнее время мы проводим так, что младшие и старшие классы соединяются в пары. Но это очень замечательное мероприятие, в котором дети участвуют с удовольствием. С еще большим удовольствием участвуют родители, главная задача которых обеспечить своих детей костюмами. Вот если вы посмотрите здесь в углу, у нас, по-моему, пятого класса фотографии, и у детей у всех одинаковые костюмы, и это заслуга, прежде всего, родителей, которые в этом участвуют. Кроме этого, Новый год. Новый год у нас проводится таким образом, что для младшей школы, для начальных классов готовят новогоднее представление шестиклассники, для третьей ступени восьмиклассники и для гимназии одиннадцатый класс. И это у нас традиционно. То есть каждый год, например, восьмые классы знают, что они готовят общий праздник для второй и третьей ступени основной школы. И здесь мы работаем в параллели. То есть с моим классом вместе готовят этот праздник и классные руководители, и классные коллективы других восьмых классов. Вот. Олимпийские игры летом у нас проходят. Мы проходили сейчас, в этом году у нас не будет ничего. И экскурсии, экскурсии классные. Иногда у нас получается два раза в год. В основном мы стараемся сделать так, чтобы была какая-то просветительская часть экскурсии, развлечения. Были в Риге, были в Таллине, Пиусокопот. В этом году у нас планировалась поездка в Петербург. Но, к сожалению, опять по известным причинам это перенеслось на сентябрь. Надеемся, что в сентябре нам удастся посетить Петербург. В последнее время мы используем также проекты, подготовленные самими учениками. Нам удалось в прошлом учебном году подключиться. Но с моим классом я в прошлом году, а до этого с другими классами. Мы подключились к проекту «Норты Кохтунисят». Это проекты молодежных встреч, которые финансируются Архимедес Норты Агентур. Но главным условием является то, что проект пишут и записать должны сами молодые люди, ученики. И вот мы в прошлом году участвовали с моим классом, участвовали в таком проекте вместе с Тарвостой гимназией из Мустла. И в этом году я предложила ученицам моего класса, так как они пишут творческую работу, взять темой творческой работы, написание проекта, молодежные встречи. И два дня назад мы получили сообщение о том, что Норты Агентур поддержала нас. Мы получили деньги на этот проект. Таким образом, у семьи наши ребята будут участвовать в молодежной встрече. Темой которой, кстати, стала профориентация. Потому что девочки решили, что в девятом классе это очень актуальная тема заняться поиском дальнейшего пути для девятиклассников. Вот. И если говорить о том, как изменилась ситуация сейчас, то, конечно, очень многое изменилось. Мы не встречаемся ни с детьми, мы не встречаемся ни с родителями. Многие планы просто-напросто разрушены. Или, по крайней мере, передвинуты сроки исполнения этих планов. И поэтому главная задача классного руководителя сейчас это снять напряжение как у детей, так и у родителей. И в этом смысле я, как классный руководитель, считаю, что, по крайней мере, тот минимум, который предлагают виртуальные встречи, необходимо использовать. Это дает возможность живого общения как взрослым, так и детям. И я использую и для уроков, и для проведения классных часов Zoom. Zoom мне больше всего нравится на нижней ситуации. И родительское собрание тоже у меня было в начале этой недели, тоже в этой среде. Родители, прежде всего, конечно, требуют информации. И для того, чтобы снять какие-то панические настроения или напряженность, обязательно необходимо следить за тем, что сообщает администрация школы, какие сообщения. Вот министерство образования приходит, и эту информацию обязательно делить. Этой информацией делится с родителями. Вот. И, конечно же, в условиях дистанта больше индивидуальной работы. То есть если я вижу, что кризис у какого-то ученика, то я ищу возможности связаться с ним лично, по телефону, прежде всего, конечно же, мессенджер и так далее. Вот. И по возможности объединяющие мероприятия. Здесь я, конечно, не особо ничего пока не придумала, кроме того, что представить хронику своего дистанционного обучения. Может быть, у кого-то из коллег есть какие-то великолепные идеи по возможности проведения каких-то объединяющих виртуальных мероприятий. Вот все, Анастасия. Мне больше сказать нечего. Спасибо за внимание. Вам спасибо. И, на самом деле, все равно очень много информации. Я знаю, что каждый учитель, мы много семинаров провели, и каждый считает, что он не делает ничего особенного. И, наверное, все именно так и поступают, как он. И всем говорю, что нет, это не так. У каждого свой собственный опыт. Этот опыт очень важен и ценен, потому что, а как мы по-другому будем учиться, если не будем об этом и по всем разговаривать? Я себе тут записала некоторые вопросы. Больше всего меня волнует. Вы ночуете с детьми вместе в школе. Да. То есть у вас вот эти вот вечерние посиделки, которые перетихают. Да. Вот тут детали такие. Это вот как происходит, с пятницы на субботу? С пятницы на субботу в основном. С пятницы на субботу чаще всего мы используем конец четверти перед каникулами, чтобы следующий даже понедельник не был бы задействован в школьной. И мы пишем заявку директору школы, получаем разрешение, пишем сообщение сторожу школы, и ночуем мальчики в одном классе, девочки в другом классе. А вы? Детели посередине в лаборантской. Ясно. Так а дети там одни, в смысле, только с вами, взрослые? Только со мной. Только с вами. Ну, а у меня в основном, большая часть мы вот ездили в Тавоскую, у нас был лагерь в конце седьмого, по-моему, класса. Я тоже была одна. В общем, ну, если у вас хорошее отношение с классом, то это не является большой проблемой. На экскурсии я приглашаю родителей, особенно когда мы едем куда-то в другую страну, там, Финляндию, Латвию, то, конечно, я использую помощь родителей, а такие вот мероприятия нет сама. Слушайте, здорово очень. На самом деле здорово. Такое еще не слышала. А это такое в вашей школе делаете, или это общая такая? Нет, я знаю, что некоторые классные руководители в нашей школе тоже делали. Очень здорово. Так, хорошо. У меня на самом деле вопрос про развивающую беседу, и я вижу, что еще один есть вопрос про развивающую беседу. Вот вы их проводите, и я так понимаю, что подходите к этому достаточно серьезно, судя по тому, что я услышала. Сколько у вас времени уходит на подготовку и проведение одной развивающей беседы? Подготовка развивающей беседы, она достаточно тяжелая в первый год, когда вы проводите. То есть, когда вы разрабатываете так называемую анкету, такой, ну, постов вашей беседы. Вот. И во время проведения первой беседы я обязательно делаю пометки, я сразу предупреждаю родителей, или какие-то записи я все-таки для себя делаю, у меня есть архив. И перед следующей, в следующем году развивающей беседы, я беру эту папку персональное дело вот данного ученика, и я вижу, у меня написано, что он в прошлом году, какие у него были идеи, цели и так далее. И с этого мы начинаем беседу. Поэтому у меня такой вот есть кондуит, в котором все собрано. И поэтому я не могу сказать, что это долго. И одна беседа длится 40 минут. И обычно я на день назначаю, в один день назначаю две беседы. Вот. И у меня получается, ну, 24 ученика, если все родители, ну, все захотят беседы провести, то 12 рабочих дней после обеда я назначаю. Я назначаю, конечно, в такое время, когда родителям удобно после работы прийти. Хорошо, если родитель не может там работать до шести вечера. Ну, есть возможности индивидуального, конечно. И потом я не заставляю приходить на развивающую беседу, только в том случае, если я вижу, что у конкретного ученика в этом году, ну, что-то меня беспокоит, то в этом случае я могу персонально пригласить на беседу родителей и ребенка. А так развивающие беседы добровольной части. Так, вопрос от Светланы. Существует ли документация для развивающих бесед? Если да, то какая? Каким образом составляется протокол? Я так понимаю, что документация имеется в виду общешкольная какая-то? У нас разработаны анкеты общешкольные, но они, опять же, добровольно могут использоваться. Я все-таки для себя свою конвобеседу составила, у меня свои записи, и как такового протокола у нас не требуют. Все записи, это мои личные записи. И у вас их никто не берет, да? То есть вы для себя... Нет, это только моя работа как классного руководителя. Хорошо. Ваш анализ. Что-то у меня, да, мой анализ. Хорошо. Так, дальше у нас тут прям несколько вопросов. Каким образом, Вероника, замечает, что происходит с каждым ребенком? Другие дети сообщают или какие-то другие у вас методы? Я думаю, что здесь стоит разделять, наверное, до дистанта и во время дистанта. А что вы имейте в виду, в смысле, что происходит с ребенком? Ну, если какая-то вот что-то не так с ребенком, там, беда, я не знаю, может, что-то случилось. Ну, когда в реальном, в реальном мире мы существуем, да, у меня снимет два урока истории и один урок и не миссерт. То есть я их, по крайней мере, три раза вижу контактно. И в этом случае все равно внимательный человек заметит, что с каким-то ребенком что-то происходит не так. Второе. Наш журнал, это кладезь, всяческих сведений. Вы можете видеть, что изменилось в успеваемости по конкретному предмету, общей успеваемости и так далее. Это, как правило, тоже очень серьезный знак о том, что у ребенка что-то может не так происходить. И, конечно же, и родители обращаются, дети сами обращаются в случае, если у них какие-то затруднения. Бывают случаи, когда и друзья. Да. Это понятно так. Хорошо, чтобы проводить ночевки в школе, должно ли быть у школы на это разрешение? Это мы ответили, что да, вы пишете заявку. Я пишу заявку директору, да, обязательно. И кроме классного часа, где еще учитель видит своих детей? Я так понимаю, что вы рассказали, что целое большое количество мероприятий, где вы встречаетесь, правильно? Я так понимаю. Да, ну и в любом случае, если у вас есть хороший контакт с детьми, они вас в школе найдут. Конечно, да. Если вы им необходимы, то обязательно в порядке найдут. И с родителями у нас достаточно такое, ну, хорошее общение. То есть родитель не боится ко мне обратиться и в письменном, и в устной форме. Хорошо. Так, спасибо большое. Больше, секундочку, еще. Что с документами о ребенка, о ребенке будет после окончания школы? Имеет, уничтожается, да? Ну, я не думаю, что я их буду хранить. Я, скорее всего, их уничтожу, потому что, понимаете, это мои заметки. Это не досье на ребенка. Я просто отмечаю некоторые вещи. Ну, например, на вопрос своего хобби. Я обязательно отмечу, чем он занимается в этом году. И в следующем году обязательно спрошу, как с этим увлечением сейчас, какие достижения и так далее. То есть это большей частью мои заметки для меня, как мой книг. Вот. Ни в коем случае я не буду передавать эту информацию родителям или самому ребенку. Скорее всего, просто уничтожу и все. Так, хорошо. Вопросов. Вопросов больше нету. Спасибо большое, Вероника. Действительно, очень интересно. Так, я сейчас передаю... Спасибо. Вам спасибо огромное. Передаю слово Светлане. Я вижу, что Светлана уже готова. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока я включаю свою презентацию, я хочу сказать, что я для себя тоже записала «Ночетки в школе». Такое интересное... Меня видно, да? Да. Только нужно сделать теперь на полный экран. Все хорошо. Хорошо. Так, я работаю в 53-й средней школе Таллинской. И работаю я тут в этой школе уже 16 лет. А до этого я работала в 50-й школе. И училась я в 50-й легендарной школе. И благодаря моей классной руководительнице Татьяне Андреевне Цыгзон я стала и учительницей русского языка и литературы. И очень многое как классный руководитель я беру, конечно, от Татьяны Андреевны. Наверное, очень многие знают Соломона Акимовича Цыгзон. Цыгзон – это когда-то директор 31-й минусской школы. Нет, 30-й, да? 30-й школы именно. А вот Татьяна Андреевна – это его жена. И она была наша классная руководительница. Нам с моими одноклассниками очень повезло, потому что она нас объединила. И уже прошло более 40 лет, а мы почти всем классом каждые 5 лет встречаемся. Вот это было когда-то, это было более 40 лет назад. Это наш класс. И очень многое я в своей работе классного руководителя взяла именно от Татьяны Андреевны. Что вот, какие принципы? Ну, первое – это создание, наверное, класса команды. Очень важно, чтобы класс был единомышленниками. Ребята были единомышленниками, чтобы класс был командой такой. Что помогает, помогала и Татьяна Андреевна, и я вот сейчас тоже использую ее методы. Это, конечно, общие дела, это поездки, это тот лозунг один за всех, все за одного, это творчество, и это акцент на мальчиках. Вот я так поняла, что Татьяне Андреевне больше нравилось работать с мальчиками, и она их привлекала к разной деятельности, они должны были защищать девочек, и поэтому вот я тоже в своей работе это использую. Еще, мне близкие идеи в уману личностной педагогике Шалве Александровича Аманашвили. Я лично знакома с Павел Александровичем и участвую иногда в его педагогических семинарах. Вот, например, у детей такие вот, это, в общем-то, принципы понятные, но это очень важно даже озвучить. Детей нужно любить. Причем любить именно такими, такими они есть иначе, на самом деле, иначе ничего не выйдет. Нужно уважать их личную, статистику, никогда не воспринимать их проблемы как какие-то незначительные мелочи. Вот то, что говорит Шалва Александрович, это действительно очень важно в работе классного руководителя, да и вообще учителя. Любовь, сотрудничество, сотворчество, общение с природой, уроки красоты, уроки доброты. И очень важен такой принцип для меня, это зарисовывание образа ребенка. Я очень часто своим ученикам говорю, что вы хорошие, вы понимаете, вы очень хорошие ребята, они действительно очень хорошие, а иногда они почему-то в это сами не верят, они, может быть, это родители, может быть, откуда-то еще слышат нечто другое. Говорю, вот важно своему ребенку, своему ученику сказать, что ты хороший, не надо говорить самый хороший, да, очень важно сказать, что я тебя уважаю, я тебя люблю, и показать, каким должен быть этот ребенок, рисовывать его образ. Настоящий учитель с одной стороны должен быть строгим и требовательным, а с другой стороны добрым, чувствуем и заботливым. И, конечно, всегда искренним. И обязательно сам должен любить, жить и любить детей. Мои дети сейчас ручатся в девятом классе, но когда-то я их била в четвертом классе. Это был первый раз в моей педагогической практике, а практика моей педагогической уже 36 лет, недавно посчитала. Никогда я четвертого класса не брала, и, конечно, после 12-го брать маленьких четвероклассников это всегда такой стресс, наверное, когда уже привыкаешь к самостоятельным взрослым 19-летним днём, и вдруг ты берёшь вот таких малышей, но это оказалось так здорово, так интересно, и они со стопой от них пришли, они меня окружали, меня обнимали, это тоже было очень неожиданно после 12-го классика, и вот как-то сразу я к ним привязалась, они друг друга полюбили, и с четвертого класса почему хорошо не вбрать, потому что ты начинаешь их уже, во-первых, ты больше узнаёшь, ты их начинаешь вот от тебя, что-ли, они чаще больше к тебе привыкают, ты начинаешь их делать такими, какими видишь добрыми, отзывчивыми, творческими, они не такие хорошими. Вот это вот, например, фотографии, да, кстати, я хочу сказать, что все фотографии с разрешением моих учеников используются. Вот такими они были когда-то в четвертом классе, а вот ниже фотографии это в девятом классе у нас замечательно поступают. Ребята у нас очень творческие, и я это все пытаюсь поддерживать. Вот у нас сложились уже традиции. Вместе в четвертом классе я им объясняла, что давайте предлагала какие-то мероприятия, давайте сделаем новогодний огонек. Что такое огонек? Мы сделали какие-то мероприятия, устраивали какие-то конкурсы, потом обязательно чинфите, если все сначала приходилось расписывать, ты принесешь это, ты делаешь это, сначала приходят такие, потом убирают другие, то есть все так расписывалось, контролировалось, то сейчас в девятом классе они все делают сами, даже в седьмом, восьмом, девятом классе никаких проблем, то есть они могут раньше меня пойти в кабинет, они накроют столом, все сделают, все организуют, все уберут, и люди никогда нет проблемы, чтобы они ушли и не убрали за собой, всегда все младшим имя. Традиции школьные, какие у нас традиции, и новогодние вечеринки, и масленицы, и путь времени обязательно, собираются, накрываются стол, когда масленицам, бывают дни рождения мы отмечаем, всегда, до сих пор приносят конфеты, ребята угощают друг друга, такой дружный, веселый класс у нас. Обязательно традиционные походы в конце года, у нас так сложилось, что находит на красивом месте, окна кабинета выходят на лес, на улице и недалеко от нас парк Блена, Николая Блена, мы очень любим каждую весну, когда это все заканчивается еще в год, мы ходим в такие походы, и школы, и дом, конечно же, играем в мяч, в разные игры, Алибаба, какие-то пикники устраиваем на природе, и вот в этом году, если все получится, если мы сможем соблюдать номер 22, то, конечно, очень сложно, может быть, мы тоже выйдем в лес, погуляем в полице и ходим наш традиционный поход. Конечно, объединяют ребят экскурсии, музейные уроки, какие-то вывозки из школы, и мы участвуем во многих музейных проектах, наша школа активно участвует во всем этом, и я не могу сказать, что мы очень часто ходим, потому что иногда бывает, что это финансовое, сколько это стоит, и я не напрягаю родителей частыми, например, сборами денег, никаких нет ни школьных фондов, классных фондов, если нужно собрать деньги на какую-то спорцию, они собирают. Поэтому хочется, конечно, выходить чаще, но это все, конечно, бывает очень накладно, но все равно всегда выходим. Очень важно, чтобы мы вышли в тыльнице, чтобы у нас ничего не оставалось у меня в наших мероприятиях. Я вот помню, когда я первый раз поехала на какую-то экскурсию в четвертом классе, я помню, они как-то суммновато видели себя в автобусе, не все уступали место старшим, да, и после этой экскурсии у нас был такой разбор поретов. Я сказала, что если еще когда-нибудь я уверю, что вы не наступаете место старшим, что вы голдите в автобусах, никогда больше никуда ходить не будет. Вот знаете, вот был один такой у нас разговор, и после этого я на следующем курсе я абсолютно спокойно и неудешно на автобусах, пролебусах, потому что никогда никаких ничего не бывает. И наоборот они говорят в половине столетия, а нас похвалили, мы несколько там успели, когда маленькими делами, мы несколько там успели, да, нас похвалили, как это приятно. Но очень почти на этом музее Тавина мы посетили, след по Тавину у нас был в пятом классе очень интересный. Что еще объединяет наших вообще объединяет всегда учеников. Это творчество. Наша школа уже несколько лет проводила такие фестивали сказок в Русском культурном центре для мусорняйских школ. Но сначала нужно было провести мероприятие в школе, отобрать лучших и уже самых лучших класс отправляли на этот фестиваль сказок. объединяется это очень здорово, потому что для меня очень важно, чтобы участвовали в классных мероприятиях все. И начиная, по-моему, с четвертого или с пятого класса участвуем в этом фестивале, и ребята настолько погружаются, в это погружаются, настолько интересно, и даже если кто-то не хочет выступать на сцене, где нужно много тебя тоже найдется работать, например, кто-то рисует на сцене задней, кто-то работает с компьютером, настраивает музыку, ищет, как звукооператор работает, задействован обязательно весь класс, и когда класс побеждает, или когда он даже выступает, то это, конечно, очень объединяет все. Поездки, ну, что тут говорить, все, наверное, классные руководители знают, как хорошо на атмосферу класса влияет возможный поездок. Мы были в Риге, в Кельсинске, в Стокгольме, в Петербурге, и всегда это очень интересно, познавательно, очень много музеев посещаем, другие города, и вот, знаете, я хочу рассказать одну такая история, мы, когда в прошлом году в 8-м классе были в Петербурге, и на обратном пути уже должны были посетить Таскосильский лицей и Таскосильский парк, но еще в Петербурге, выходя из дома Мития Кушкина, я подвернула ногу и вот все повыляла, и по парку в общем-то особенно не могла гулять, и на обратном пути, когда мы уже сели в автобус и ехали домой, у меня так разболелась нога, что я сидела, я обычно в автобусе что-то еще говорю, а тут молчала, и вот ребята, они почувствовали мое состояние и вдруг начинают так 3-4 и начинают читать слух Пушкина по той-то схеме в паспорте в паспорте в паспорте в паспорте и вот они читают неизбрусь у нас у меня есть такой метод как учителя русской литературы ребята слух читают форум читают стихи и кстати я заметила как от того как ребята читают стихи форум тоже зависит какая сплоченность класса то есть у некоторых классов трудом получается вынецом а вот в некоторых классах очень хорошо все это идет и вот эти мои ребята они начинают читать одно второе второе третье а знают они очень много очень много очень что еще интересно в работе классного руководителя да и учителя русского языка литературы это нестандартные уроки это иногда конечно не так часто бывает ну вот запомнился например такой нестандартный урок 6 июня в прошлом году мы отмечали 220-летие со дня рождения Пушкина отмечали мы это на теплоходе Таллинн Стокгольн Таллинн и вот на одной фотографии вы видите мы нашли с трудом нашли местечко на теплоходе где поменьше людей чтобы устроить такой урок посвященный Пушкину а ребята у нас готовили одна из творческих работ в прошлом году это спектакль посвященный Пушкину и они свою программу показывали на этом теплоходе ходили мимо шведы удивлялись аплодировали мы так смело сидели и читали стихи выступали пели в общем было очень здорово один из уроков в этом году у нас нестандартный был мы пошли на урок литературы русов галереи Дениса Полякова в центр города и нам Денис рассказывал о туризме ну а ребята читали наизусть стихи и между прочим читают сами то есть они некоторые сами захотели выучили мы ходили на спектакль театра Рада по Маяковскому и некоторые ребята им так понравилось чтение стихотворения на этом спектакле что они говорят а можно я вот выучу там такое-то такое-то конечно можно и вот на этом нестандартном уроке русов галереи мы ребята сами читали то что они сами выучили ну и конечно нестандартные уроки в музеях бывают тоже очень здорово это когда ребят объединяются очень важны важны такие уроки красоты уроки творчества мы ходим мы очень дружим с музеем кавриотским музеем часто бываем у нас даже творческая работа восьмом классе была по кадреоргу кадреорг 300 и конечно посещаем художественные выставки постоянно занимаемся какими-то придумками творческими придумками участвуют ребята особенно мальчики у нас люди участвуют читать в различных конкурсах стихот это тоже очень мне кажется важно поддерживать вот это творчество и такую нить с ребятами все эти годы уроки красоты но не только мы ходим в музеи и смотрим картины гуляем вот мы всем классом собираемся на палубе и любуемся вот этим закатом солнца и когда вот оно заходит ребята все спором запланируют стихотворение уж солнце раскаленный шар с главы своей земля скатило это конечно здорово это знаете до мурашек иногда бывает вот такое интересное изменение любование и сотворчество одновременно ну конечно очень объединяются возможные такие мероприятия как толока да почти каждый год у нас по весне бывает толока и опять хочу сказать что ребята они настолько самозабельно работают они для них важно собрать как можно больше мусора они делают то что даже не надо им делать делать там таскают бревна какие-то вокруг школы наводят порядок чтобы всем было приятно чтобы мы это сделали как это это важно хочу сказать о творческих работах в восьмом классе я уже говорила что у нас тема была патриорг и еще спектакль посвященный 220-летию это все было в прошлом году разные взяли ребята темы кто-то делал батика батика от триорги кто-то рисовал картины кто-то сочинял музыку шесть человек занимались ориентированием но пробовали они это ориентирование проверяли свою работу на опять же нашем классе то есть мы всем классом вышли еще прошлой осенью в катриорг и разделили ребята у нас на две группы бегали по катриоргу устали выполняли задания потом собрались в самом катриоргском музее все это проверяли все отрабатывали то есть творческая работа была классная а в самом конце учебного года мы устроили защиту творческих работ на родительском собрании мы в актовом зале собрали ребят и родителей и бабушек и дедушек некоторые пришли накрыли стол родителей и ребята но сначала каждый отчитывался о том что они делали в течение года какую творческую работу подготовили заключение они показали спектакль опусками родители плацали мурашки по коже такое замечательное единение я хочу сказать что поделиться своим этим опытом очень важно чтобы не только защита творческих работ была при комиссии кстати члены члены комиссии у нас были на этом собрании принимали эти работы и очень важно чтобы родители посмотрели как работали их и другие одноклассники потому что это действительно очень сплачивает нас всех ну вот ребята танцевали они сами разучивали вальс по интернету ставили уроки находили ставили учили вальс как там танцуют было очень здорово ну вот наше такое наше такое единение родителей и детей я хочу сказать что сейчас у нас к сожалению мы вот сначала думали что мы две недели будем сидеть на карантине потом все больше и больше и нам конечно не хватает этого живого общения хотя мы каждую неделю встречаемся на классном часе обсуждаем конечно классный руководитель я как классный руководитель являюсь посредником сейчас между ребятами и учителями потому что возникают разные вопросы и приходится там и связываться и успокаивать и настраивать но сейчас они настолько погружены в учебу что даже нам сложно у нас была виртуальная неделя русская литература в школе в апреле я обратила внимание что как-то не очень они отреагировали на это начальная школа хорошо отреагировала то ребята среднего звена и старше они все настолько сейчас погружены что им даже не всегда есть время как-то отреагировать на что-то творчество но тем не менее у нас есть какие-то задумки мы думаем что в конце года мы это все-таки воплотим и покажем что мы делали виртуально сейчас я в заключении хочу сказать что вот помните в Маринком Принце Антуана Десен-34 шел разговор о том что такое приручить приручить означает создать узо я начинаю понимать сказал маленький принц есть одна роза наверное она меня приручила я хочу сказать что есть один класс наверное он меня приручил поэтому мы в ответе всегда за тех кого мы приручили и я надеюсь что мы у меня очень много ребят из класса переходит в 10 класс я надеюсь что мы будем с ними до 12 класса вместе вот спасибо я должна вам честно сказать что я вот сижу и мысль у меня такая наверное вы что-то делаете очень-очень правильно тут вот один из комментариев стоит такое впечатление что у вас идеальные дети никаких проблем у меня очень откликнулось то что вы рассказываете у меня мама учительница и в детстве я помню что вот когда ее классы были вот такое же было ощущение какого-то безумного единства я второй день слушаю семинары классных руководителей вчера было про маленьких сегодня вот сначала Вероника рассказывала теперь вы удивительное количество любви которая вот от классных руководителей идет по отношению к самолетиям и понимаю что это нормально но я на самом деле под впечатлением от того что вы все делаете это просто эмоции захлебывают извините пожалуйста вот то что они у вас сами читают стихи вы говорите вы их не просите не заставляете они вот у вас могут взять и читать дружно некоторые могут хорошо сколько у вас детей в классе 28 человек из них 11 девочек и 17 мальчиков ага я сейчас задам вопросы которые написали наши слушатели а потом еще одну вещь спрошу два вопроса похожих все ли дети весь ли класс ездят на экскурсии и обязательно ли поездки в школе или это по желанию самого классного руководителя нет не обязательно не обязательно конечно это уже от классного руководителя зависит едем и не едем и куда едем не всегда все едут с нами ну вот например в Стокгольм ну почти все поехали в Ригу в каком-то в пятом классе мы ехали в зоопарк тоже там большинство конечно поехало в Петербург ездило по-моему человек 17 ездило из 28 понятно что это связано с финансами все не всегда кто-то может позволить себе такие дорого поэтому не всегда но ребята кто вот едет с нами конечно приезжают рассказывают как это все классно было и желание у других поездок тоже появляется а вот если такие например проекты по Эстонии иногда бывают бесплатные то конечно там все уже так вопрос какого вы с ними класса с четвертого Вероника я вас вижу вы вернулись небольшие технические заменки с четвертого класса классное руководство тут вопрос проведение классного часа в школе это обязательный предмет и входит ли он в ставку в ставку в ставку нет по-моему в ставку не входит классное руководство оно отдельно оплачивается но классный классный час мы достаточно часто проводим иногда бывает что у нас такие выездные мероприятия например последнее у нас мероприятие было мы ездили в Раквере в музей полиции очень кстати здорово всем советую туда съездить очень интересно было поэтому вместо классного часа мы например едем куда-то да какие-то ну тоже какие-то музейные уроки бывают поэтому нельзя сказать что классный час каждый урок каждую неделю но мы сейчас проводим последний тоже классный час у нас был посвящен прокориентации мы приглашали из карьеры вектора и она с ребятами разговаривала о профессиях про классный час еще вопрос он обязательный не понимаю только для кого для детей имеется ввиду для детей обязательный обязательный да но проводить я так понимаю на ваше усмотрение иногда бывает даже и два классных часа на неделе иногда бывает понадобится так еще вопрос каким образом Светлана вы поддерживаете уроки творчества и красоты а если ребенок не хочет принимать участие что вы делаете тогда все равно он участвует он может молчать но он он рядом он все равно слушает он слышит он может не читать стихотворения но он сидит он видит у нас есть таких не всегда хотят участвовать но он все равно присутствует и у него не проходит пример вот был хороший что кто-то там на камере стоит кто-то занимается декорациями то есть не обязательно прямо быть скажем лицом на сцене можно делать какую-то работу незаметную но тоже очень нужно удивительно я на самом деле а вот еще один вопрос последний я тогда передам слово Ирине конституция класса они ее сами писали они ее соблюдают до сих пор у нас конституции класса нет это было по-моему у Вероники ой господи все перепутала сейчас все извините пожалуйста да я потом у Вероники еще раз спрошу про конституцию да абсолютно точно так спасибо огромное я действительно под большим впечатлением очень-очень теплые ощущения остались от того что вы рассказываете опять же всем говорю вот всех кого слушал вашим детям безумно повезло что у них есть это очень здорово так я теперь передаю слово Ирине Светлана огромное спасибо здравствуйте да Ирина я начинаю включать презентацию да да а Вероника может пока Ирина включает презентацию скажите насчет конституции вот они ее сами писали и сами ее соблюдают спасибо за вопрос но как любую конституцию ее можно и нарушить другой вопрос как мы разбираемся с нарушителями нашей конституции хорошо то есть это все по-человечески как у взрослых людей хорошо так спасибо огромное Ирина здравствуйте меня зовут Ирина Танкман я преподаю в Таллиннской Теннисмейской реальной школе математику и все свое время работы 23 года мой стаж являюсь также классным руководителем также у меня есть образование психолога я закончила СПБГУ Санкт-Петербургский государственный университет по специальности психология я хочу дорогие мои коллеги в восторге от ваших выступлений хочу поддержать нас всех в нашем многотрудном деле и предлагаю вам такой образ классный руководитель это солнце и каждый я уверена отдает детям максимум света и тепла все на что способен здесь и сейчас в данный момент и поэтому если что-то не успевается если что-то не получается не ругайте себя не гнобите помните классный руководитель это солнце а не двигатель внутреннего сгорания и поэтому призываю вас не выгорать на своей работе до тла а обязательно заботиться и о своих эмоциях и о себе и тогда и детям мы будем светить ярче и греть теплей я на шесть номинаций таких подразделяю свою деятельность как классного руководителя но названия все еще будут повторяться на следующих слайдах поэтому сразу пойду дальше итак первое это общая организационная деятельность здесь долго задерживаться не буду она у нас у всех примерно одинаковая от одного до трех раз в год по необходимости я провожу родительские собрания каждый раз по-разному два-три раза в год у нас дежурство по школе вот в этом году оно стартовало мы по дежуре в этом году успели правда только один раз но классные руководители здесь держат руку на курсе организуют процесс контролируют целую неделю в таком тонусе с ребятами каждую неделю в основном это классные руководители делают дежурим мы один раз в неделю в столовой помогаем там чтобы все было хорошо и если у ребят проходит какое-то мероприятие даже если это урок не по моему предмету то конечно как классный руководитель я все равно помогаю какими-то организующими моментами или информирую ребят дополнительно и каждодневно абсолютно как и все вы мы приходим в класс к ребятам у меня вот я завидую вам вы преподаете у своих детей а в классе у меня 41 человек из которых я преподаю только группе в 15 человек то есть большую часть своего класса каждый день я не вижу если я к ним не пришла специально или ребятки до меня не добегали я очень рада они добегают каждый день и я к ним стараюсь прибегать каждый день видимся но и каждодневный труд также это описать веколь узнать в чем причина пропусков если таковая есть а здесь мы в коммуникации глубокой и с коллегами с учителями и с детками естественно и с родителями с родителями я связываюсь в основном это вайбер телефон реже письма пожалуй пойду дальше традиционные классные мероприятия у нас есть несколько таких концепций наверное для меня самое важное и почему для меня потому что я считаю что это для детей очень важно и ребята откликаются все наши классные часы большинство во всяком случае мы класса с 9 посвящаем профориентации в 11 классе нет классного часа он не входит в сетку в расписание очень много уроков у ребят 11 класса но тем не менее профориентационную деятельность я стараюсь не прекращать просто мы уходим немножко в другие форматы какова эта деятельность первое по профориентации конечно человек должен изучить себя познать себя и только тогда может понимать в какой области лежат его интересы куда ему дальше направить свои усилия и где развиваться профессионально поэтому первое это тестирование но о нем немножечко на другом слайде попозже я скажу также мы ходим в университет и ездим кроме Таллина или Коль и Талтеха мы были в Тартовском университете ребята на других уроках посещают и в Лену академии они были также в рамках разных проектов на классные часы к нам приходят в основном наши выпускники кстати говоря вот замечательные и мои личные выпускники кого я раньше выпускала и просто ребятки в школе если я вижу нашего выпускника я могу подбежать там за пуговицу схватить Пася придешь с моими поговоришь вот да конечно приду друг друга в лицо все знаем даже если не преподавали и вот совсем не так вот давно в этом году к нам приходили так вот набегу договорилась и очень здорово получилось девчоночки с сейчас факультета юриспруденции Тартовского и также одна девочка которая учится на втором курсе на медицинском факультете чудесные наши выпускники они нас не бросают и вот мы всегда их рады видеть и главное вот новые ребятки кто сейчас вот в 11 классе они видят что ребята возвращаются в школу и продолжают делать добрые дела общаются остаются внутри школы да вот в нашем контексте очень ценная по-моему вот этот ценный опыт также мы приглашаем и состоявшихся уже профессионалов высоких здесь у меня две фотографии слева это Владимир Барсигян и Виктория Анушкина ну личность я думаю многим очень известная может быть Виктория чуть меньше она высочайшего уровня профессионал бизнес-тренер и она работает психолог можем сказать да коуч и работает и с молодежью также очень интересный яркий человек когда мы Владимира Барсигяна пригласили на одной встрече с ребятами это был проект как раз карьерный такой то ребята после этого сказали ой пожалуйста еще еще личности такого масштаба такое счастье с ними беседовать встречаться это правда и вот поэтому думаю мы даже уверенно будем продолжать и даже никакой коронавирус тут не помешает а справа у меня фотографии с наших мероприятий такие вот примеры я смотрела фотографии сейчас коллеги где на слайдах было так много ребят пожалела что не стала договариваться все-таки со своими как-то побоялась вот этого закона вдруг что перестраховалась и мои фотографии такие что нет ребят либо как-то мы их не видим так скажем спрятались личики вот но мы видим что мероприятия у нас проходят мы вообще поесть любим здесь у нас 8 марта день стал таким традиционным для нас праздником в классе мальчишки очень здорово все делают просто чудесно когда-то им помогали мамы я последний год сами абсолютно и в общем все зерна брошенные в плодородную почву все сходят здорово получается у них на фотографии наверху где-то три девоньки такие пригнулись ну я думаю что профессионалы здесь все они понимают это мафия да это город засыпает просыпается мафия на фотографиях справа вот у меня внизу есть традиция мы ее поддерживаем и она началась в четвертом классе мы встречаемся в августе до начала учебного года и идем в Сайклос парк все вместе конечно со всякими там плюс вкусняшки и так далее очень часто к нам родители присоединялись вот начало четвертой пятой шестой класс и так далее эту традицию мы вот так вот и продержали вплоть до девятого класса но когда перешли в гимназию немножко все трансформировалось такие дни с совместно ну такое спортивное какое-то мероприятие обычно либо какие-то игры на сплочение либо компиляция у нас теперь происходит скорее в сентябре куда-то вместе ездим кстати фотография вот где три девочки пригнувшись мафия да мы как раз ездили на двухдневную такую с ночевкой в домике в двухдневный лагерь там у нас были игры на сплочение та фотография которая верхним правым углом это новый год как мы видим елочка там наряженная и сегодня уже говорили о теме ночевки в школе мы эту тему в школе начинаем пробиваем пока мы правда не добились именно ночевки в школе пока так нам не разрешили но нам разрешили такой поздний поздний уход из школы по-моему здесь было мероприятие чудесное мы и по-моему ушли где-то после 12 мы уже из школы что мы делали сначала был квест по школе который делала я затем были конкурсы которые устраивали ребята потом был такой пласт творческих всяких заданий которые опять же ребята сами все делали и потом мы хотели фильм посмотреть но отвлеклись стали танцевать и к фильму уже никто не вернулся дальше было 3 часа танцев очень здорово посидели вспоминаем с большим удовольствием и очень хотим повторить ну дальше мероприятие для школы не только для себя внутри класса мы что-то устраиваем мероприятие для школы я стараюсь сделать не реже двух раз чтобы ребята два раза для школы или для всей или для очень большого коллектива что-то сделали хорошее доброе именно совместном труде как мы знаем вот как раз сплачивается твой собственный класс если вы все вместе классом для кого-то что-то хорошее делаете в этот момент сами-то и сдруживаетесь поэтому слева у нас представлено в этом году мероприятие мы делали чудесное посвящение тоже такое вот полуночное с поздним-поздним уходом из школы мы показываем нашей администрации что нам можно доверять нас можно уже и ночевать оставить запросто ничего не случается и даже наоборот у нас школа после нашего ухода еще чище и лучше чем была вот так уже два у нас мероприятия прошли посвящение для 10 класса в гимназисты очень хорошо прошло достаточно только сказать что еще всю неделю потом 10 классники когда видели кого-то из 11 класса бросались обнимать когда видели меня опять-таки улыбались бросались обнимать поэтому посвящение для 10 классников у нас прошло здорово могу сказать что ребята все сделали сами очень классно вот И я так радовалась, когда я видела, что, о, вот они сейчас это сделали, а я это делала с ними в девятом классе. Те же самые там росписи футбола. Они это сделали, а я с ними это делала в восьмом или в десятом. Все собрали и сделали еще лучше. Украшаем школу. Фойе у нас большое и есть где разгуляться. Проводим Масленицу. Было у нас такое замечательное мероприятие. А справа такая просто иллюстративная фотография. Это Алибаба. Моя большая мечта – возродить дворовые игры. А дворовые игры невозможно возродить, если взрослый учит детей. Если я встану и буду учить. Дворовые на то и дворовые. Это такое, именно внутри детей передающиеся друг другу действия. Меня слышно? Все хорошо со звуком? Ну вот. И поэтому мои ребятки. Сами мы сначала учились, конечно, все вместе. Кто что знал откуда-то из лагерей. Делали программу, разбивались на группы. И не все, конечно, в школе, но начальной, там, большому количеству классов делали такой день дворовых игр. Здорово, замечательно. Сами наигрались, были счастливы все. И тоже мечтаем о продолжении. Далее. В сферу деятельности классного руководителя, естественно, входит развитие мотивационно-личностной сферы. Здесь беседы. И вот я... Беседы, которые кажутся додневные, ежедневные, когда смотришь в глаза ребенка и когда общаешься, когда важно тебе то, что он говорит, когда со вниманием относишься ко всем его речам, проблемам большим, маленьким, какими они тебе кажутся. Это не важно. Главное, со вниманием и любовью. Поэтому стараюсь говорить много, как только увидела. Но еще раз говорю, что я не преподаю части ребят, да. Поэтому любая встреча с ними – радость, счастье и общение. По поводу профориентационной деятельности вернусь. Вот первое в ней – это тестирование и самотестирование во время классных часов. Также мы привлекаем к тестированию, кроме психолога нашей школы, да. Тестирование еще проводят у нас профессионалы из ИНОВЭ. В девятом классе мы это делали. Они делали у нас профессиональный тест, такой профессиональный тип личности по Голланду. И еще у них была парочка небольших проективных тестов, которые они тоже очень высоко профессионально хорошо интерпретировали. И выдавали ребятам документ, такой на четырех аж листах хороший, именно о профессиональном типе личности на данный момент, что у ребенка рассказывающий. Также мы проводим формирующие оценивания раз в год. В этом году это было один раз. И вот в девятом классе развивающие беседы я проводила как раз на основе тестирования ИНОВЭ и формирующего оценивания с привлечением. У меня есть своя концепция, как проводить развивающие беседы. Я пробовала несколько вариантов, искала такой самый оптимальный, подходящий, работающий. И мне кажется, нашла. Во всяком случае, действительно, основные отзывы о развивающих беседах, основная масса, да, очень положительные. И я всегда надеюсь, что это правда полезно. Сама вижу, что это полезно. О развивающих беседах в этом году немножко еще позже скажу. Что я еще делаю? Это семинары по творческим и исследовательским работам. Коллеги, я вижу, что это нужно. Во всяком случае, тогда, когда у ребят у всех разные темы. У нас в школе делается так. Мы не берем общий проект, а каждый ребенок выбирает. Я услышала, что в рамках проекта, да, разные темы, да. Но вот у нас совсем все разные темы. И немножко трудно тогда классному руководителю, если не делать эту работу специально, помогать детям на этом пути. Поэтому мы делаем семинары. Здесь, в общем, так они все расписаны. Я скажу только о цели. Это сопровождение классным руководителям, учащихся класса в процессе написания творческой либо исследовательской работы. И еще очень важно. Здесь происходит взаимная подпитка мотивации от ребенка к ребенку. Когда ребята видят, как продвинулся в своей исследовательской работе другой, одноклассник, да, то они и сами зажигаются. И их работа тоже проходит более так вот плодотворно-конструктивно. Кроме того, ребята видят опять, если у кого-то что-то плохо, и они имеют... Вот на семинаре всегда есть время, когда ребята могут высказаться сами, дать какой-то хороший совет. И у нас замечательные были случаи всегда, и в этом году также, когда один молодой человек, ну, не имел идеи, как продолжить дальше свое исследование. И ребята, кто понимал в его теме, они просто попросились, можно мы в коридоре вот все ему расскажем быстренько, да. И вылетели группы в 3-4 человека. И он вернулся через 15 минут счастливейший. И на сегодня у него вообще уже работа закончена. Поэтому очень полезно ребяткам вот такие вот семинары проводить. Правда, трудоемкое дело, но очень полезное. Я не буду это все читать. Если кого-то интересует, я внизу... Есть почта, да, можно написать. Я все пришлю и всем поделюсь. Да, важно. Начала у нас семинары Юлия Викторовна Корнеевичева. Это ее идея, которую я уже развила и систематизировала. И вот уже шестой год у нас проходят семинары по защите, по вообще проведению, написанию творческих и исследовательских работ. Моё любимое, любимое детей, летняя поездка. Это тоже классное просто мероприятие, но вывела я его отдельно. Почему? Да потому что мы его делаем... Это незабываемое событие на всю жизнь. Все уроки пройдут, много пройдет, а я уверена, что это останется в памяти вообще навсегда. Здесь на фотографиях мазал отца, сплав, два дня счастья. Моего счастья, счастья детей, счастья родителей, которые были с нами в поездке. Я очень благодарна родителям всегда, когда они вместе с нами куда-то едут. И родители всегда очень рады, потому что вместе всем очень хорошо. Ну, я думаю, что вы уже обзавидовались. Река, два дня, пять часов на веслах. Ой, очень туда хочется. И вот пришел дистант. Так вот все было весело и замечательно. Дистант принес новые вызовы. Да, это, наверное, именно вызов для нас. Каким образом мы его пытаемся преодолевать? Я согласна с высшими выступающими коллегами, что действительно стало больше такого индивидуального общения. Уже мне не прибежать к ребятам, не заглянуть в глазки, не поболтать ни с какой компашкой. Но мы стараемся. Я провожу классные часы раз в неделю. И предлагаю родителям встречи также, пока я предлагала не родительские собрания, а именно вот такое время, когда мы можем все в Google Meet, мы им пользуемся выйти и поговорить, задать вопросы, поддержать друг друга и так далее. Ну, а также, естественно, связь, опять же, классный руководитель и все учителя-предметники, классный руководитель и дети. И вот я тоже так же, как посредник часто. Правда, мои ребята уже взрослые, они во многом и без посредника обходятся. Иногда просто мне так смс-очку кинут, что, Ирина Анатольевна, вот тут такая-то проблема. Пишу, успокаиваю, если хотят, даю добрый совет по общению, да, и ребята дальше сами свои какие-то вопросы решают с учителями-предметниками. Ну, это и правильно. Нельзя всю жизнь говорить через переводчик. Взрослые уже, и, в общем-то, они умеют. Я очень рада, что их коммуникация ребят с учителями очень доброжелательна и уважительна всегда. Я поддерживаю их в таком, вот, в таком видении взаимного общения. Классные мероприятия на данный момент у нас очень неожиданные. Наши классные часы от такой тематики профориентационной сместились совершенно. Они стали иметь уже такую роль ориентирующую, организующую. Классные часы являются поддерживающей коммуникацией. Мы выстраиваем там доброжелательную, все принципы, да, доброжелательные коммуникации между всеми участниками учебного процесса. И передаем, ребятки передают приветы учителям, я всегда им приветываю от учителей. Темами наших классных часов стали совершенно неожиданные для меня вещи. Я имею в виду неожиданные для взрослых уже людей. Но здесь дистант показал, что не все могут сразу себя сорганизовать, выстроить свой режим дня в новых условиях. Каждый раз ребята на классном часу говорят, что очень грустно, дома одному плохо, хочу всем вместе, хочу назад в школу. Очень здорово и я благодарна моим гитаристам. Они нас поддерживают песнями, поддерживают музыкой. Те, кто рисует, опять благодарны художникам, показывают свои работы, нарисованные прямо во время классного часа. Это вдохновляет, это утешает, дает дальше силы жить и делать дело. А кружочек с детками я здесь поместила, вот почему. Вроде как ребята уже с четвертого класса вместе многие. Класс, конечно, собранный, как вот в гимназии обычные там. Но тем не менее, уже почти два года вместе проучились, знают друг друга прекрасно, но на дистанте по-разному стали себя проявлять ребята. Кто-то открылся совершенно замечательно. От кого я раньше стихов и песен не слышала, читают стихи, поют песни. Кто раньше скрывал, что играет на гитаре, берут, играют в эфире, поддерживая всех нас, даря радость. Другими стали немножко люди. А вот кто-то, кто учился отлично в школе, наоборот, не сумел себя сорганизовать. Мы знакомимся заново, это тоже очень интересно и неизменно поддерживаем друг друга. Стараемся так. Социальный проект во время дистанта. Я думаю сейчас так же, как и вы, коллеги, да, думаю над тем, что же сейчас можно сделать. Спросила у ребят, что бы им хотелось, хотели бы онлайн-встречу с какой-то интересной личностью. Хотят поиграть в мафию. Уже нашли платформу, где это можно сделать. Поиграют. Это они прекрасно сделают сами. Ну а я пока, я тоже имею какие-то задумки, но выбираю, чуть-чуть времени еще есть, вот уже до конца этой недели, наверное, придумаю, что можно сделать доброго и полезного вместе на дистанте. Школьные мероприятия. Мы делали что-то для школы, но теперь я, как классный руководитель, у нас в школе делается очень много, мероприятия великолепные, но я, как классный руководитель, сейчас не успеваю с ребятами готовить какие-то школьные мероприятия. Это полностью на себя взяла Мария Ефимова на школе Югт. Прошло несколько мероприятий. Безопасный концерт, поэтический вечер ТТРШ, и очень чудесное видео было, трогательное, привет от учеников к учителям. Я очень рада была во всех этих проектах видеть достаточное количество учеников своего класса. Ребята очень отзывчивые, творческие, талантливые, очень приятно. В поэтическом вечере даже свои стихи читали дети. Карантин закончится, отношения останутся. На всех слайдах, посвященных такому уже карантинному времени, у меня этот девиз, это так, отношения останутся. И мы продолжаем наши беседы. Они уже более личностный характер носят. В основном это по телефону. И я провела две развивающие беседы за это время в онлайн-режиме. Не могу сказать, что это хорошо. Это вынужденно. Но я хочу провести с каждым развивающую беседу именно сейчас. Почему приходится еще и сейчас? Потому что совсем в неожиданных условиях оказались дети. Они планировали закончить свой 11 класс, например, уже с данным экзаменом одним за 12. Химия, география у меня выбирали ребят. Они планировали уже закончить 11 с написанной и защищенной исследовательской работой. И сейчас они оказались совсем в других условиях, когда все это переносится на 12 класс. И там нужно совсем иначе спланировать свою деятельность. А значит, нужно иначе спланировать свое лето. А значит, нужно иначе спланировать свой июнь. И вот понять, помочь каждому, каков должен быть его план, как они по ступенькам продвинутся к окончанию 12 класса, написанию экзаменов и поступлению дальше в университет, кто имеет такие планы. Помочь им выстроить эту лесенку, как вот это сделать. Но тут не обязательно образ лесенки, может быть любой другой. Я хочу с каждым лично поговорить. Во всяком случае, действительно дело добровольное, но каждому будет предложено. Развивающая беседа сейчас будет таким нестандартным итогом года. Концепция развивающих бесед у меня своя. Я ее тоже с удовольствием поделюсь со всеми, кто напишет. Просто я боюсь, что время, да, уже. Про летнюю поездку мы все вздыхаем. Ребята сделали падлет, общую такую доску, куда можно накидывать свои идеи. Что-то там уже появляется. Назвали этот падлет «Синяя вода» одноименно с песней из мультика замечательного. И в этом мультике я с удовольствием увидела ровно на первой минуте себя и ребят на фоне школы. Там такая смешная учительница, учительница-учительница. И они кругом прыгают, а рядом течет речка. Ну вот наша мечта июньская пока мимо нас проплывает. Но посмотрим, будем бороться. Я благодарю всех за внимание. Спасибо. И вот мой мейл у вас на экранах. Буду рада всем вопросам, письмам и поделиться, если чем-то смогу делиться. Спасибо. Да, если кто-то вдруг мейл не запишет, пишите мне, я поделюсь мейлом Ирины. Тут интересный очень момент, что Ирина и психолог, и ведет математику. Такой очень... Очень интересно, как это получается, точка, с которой вы стартуете общаться с детьми. У меня вот одно уточнение здесь есть и один вопрос у нас. Семинары, про которые вы говорили, я так понимаю, что сейчас это ответственность классного руководителя, но помимо этого у них есть еще и руководитель по исследовательской работе, да? Точно. Да, то есть, да. Я правильно понимаю, что вопрос в том, как я выстраиваю коммуникацию между собой, детьми и классным руководителем исследовательской, не мешаю ли я процессу, не вмешиваюсь ли? В чем вопрос? Не в этом был вопрос. Вопрос был в том, что сложилось впечатление, что и работами исследовательскими тоже занимаетесь вы. Я просто хотела уточнить, что там есть руководитель, и вы поддерживаете детей. Есть руководитель. Моя роль очень узкая. Я ни в коем случае не говорю, что нужно ребенку здесь изменить, здесь переделать, тут там переписать, тут еще что-то. Это его работа с руководителем, абсолютно. Я только помогаю ребятам увидеть, на каком этапе каждый из них. Я организую вот эту их встречу, где каждый, ну, три семинара вот так проходят, да? У каждого двухминутное выступление. Затем ребята друг другу что-то советуют. Говори иначе, медленнее, громче, тише. Мне кажется, что много воды. То есть вот как-то ребята именно друг друга выслушивают и, ну, я боюсь говорить, дают советы. Обратную связь. Наверное, обратную связь, вот, спасибо, совершенно верно. Именно обратную связь. Хорошо, это, я поняла, один вопрос. Это очень полезно. Один, ну, на самом деле, конечно, полезно, когда тебя кто-то послушает со стороны, и, да. Так, вот эти следовательские работы, которые дети делают, если кто-то выпадает, вот такие дети, а мне все равно, что вы с ними делаете? Есть такие дети, но нет, нет, которым все равно, такого я еще не встречала. Нет, это гимназист, это предмет, который нужно сдать, все равно нам еще пока никто не говорит. А, да, а вот скорее, скорее бывает так, что ребенок ставит очень высокую планку. Хочет исследование сделать на уровне четвертого курса университета. И тогда, да, вот тогда говорим один раз, второй раз, пытаемся вопросами привести ребенка к тому, чтобы он сам сказал, что да, пожалуй, надо, ну, ближе к земле, надо уже посмотреть на этот аспект, потому что вот так вот широко написать трехтомник за одиннадцатый класс на уровне, там, какой-то диссертации, да, действительно еще я пока не могу. А могу вот так, разговаривать. Понятно. В основном, получается, есть проблемы тогда, когда руководитель исследовательской работы вне школы. Вот это немножко сложная вещь. Ну, я звоню, я с ними пытаюсь быть на связи с руководителями исследовательских работ, которые вне школы. Вот это, ну, это сложнее. Ну, понятно. На самом деле, очень здорово просто, что у них не только руководитель, но еще и вот поддержка с вашей стороны. Так, все, мы больше вопросов пока задавать не будем. Я с нетерпением. Ирина, спасибо огромное. Я уже второй раз слушаю, второй раз прям получаю огромное удовольствие. Спасибо. Так, я теперь с нетерпением ждала доклада Ренаты, потому что я знаю, что Рената, во-первых, не только кластер-руководитель, она еще и Хуви Юхт, как раз, я вас не слышу почему-то, Рената. Я здесь. Вы здесь, да, да. Еще и Хуви Юхт в Нарва, Ван Алина, Риге, Коль. И я слышала, что что-то вы там такое делаете очень интересное. Поэтому вам слово. Мы немножко задержались, но вы спокойно рассказываете все, что собирались рассказывать. Да. Так? Немножко, да. Добрый день, уважаемые коллеги, с наступающими всех праздниками. Я представляю Нарскую Ваналиновскую государственную школу Рената Мойстус и являюсь классным руководителем 12 класса. Работаю я в школе уже 28 лет. 28 лет всегда была классным руководителем. Мне посчастливилось. Как-то в нашей школе принято было, что ты берешь класс с 4-го, доводишь его до 12-го. Но нынешний класс, где я сейчас классным руководителем, я его взяла в 10-м классе. Я его взяла в 10-м классе. Это тоже был эксперимент. То есть я взяла уже готовых детей. То есть которые были подготовлены двумя другими классными руководителями. И мы начали строить свой маленький мир, в котором было бы уютно существовать учителям, ребятам, мне и родителям. Самый главный наш принцип, что учитель в нашей школе – это всегда помощник, это друг и это собеседник. Я всегда говорила ребятам и говорю, что вы всегда можете прийти с любой проблемой. Мы всегда поговорим. То есть нет такого, чтобы мы не нашли ответ. Так у нас строятся все наши отношения. Естественно, раз у нас новый класс, и мы создавали свои традиции класса, и я бы хотела с ними поделиться. Традиция класса «Поздравляйте именинников». Наверняка это есть в каждом классе, но вот вариант, который придумали мои ребята, я бы хотела вам озвучить. В 10-м классе у нас был очень простой вариант. Мы дарили друг другу тарелку, белая тарелка, на которой мы писали пожелания, писали любимые цитаты из фильмов. Это был довольно-таки добрый, замечательный подарок. А в 11-м классе, когда ребятам исполнялось по 18 лет, мы с ними задумались, что бы такого сделать волшебного. И мы назвали этот подарок «Подарок мечты». У нас 24 человека в классе, плюс я 25-я. Так вот, стоимость этого подарка 25 евро. Каждый месяц у нас получалось 3 именинника или 4, то есть ребятам не было так накладно, я имею в виду, вкладываться в этот подарок. Иногда сдавали по евро, иногда там сразу по всей цели. Но цель была какая? Мы вытаскивали лотерею, кто кому дарит подарок, и задача человека было узнать, что же хочет именинник. Он должен был поговорить с друзьями, может быть, связаться с родителями, может быть, с человеком, с кем он сидит за одной партой, и именно воплотить мечту. Причем, когда, вы знаете, ребята предлагали этот вариант, я довольно скептически отнеслась к этому, потому что мне казалось, что подарки будут одинаковые, что они там, ну, что это будет просто пустая трата денег. Но я ошиблась, потому что они с таким трепетом вручали эти подарки, готовили, накануне все приносили мне, чтобы я проверила. Я должна была посмотреть, точно ли он стоит 25 евро, нормальный ли он, чтобы там не было лишних вещей, потому что мы же взрослый класс уже, все можно быть. Но подарки были замечательные. Вы знаете, кто-то получил платье, кто-то калькулятор, кто-то получил журнал, о котором мечтал, кто-то получал книги. Подарки были все разные, все 24 подарка были абсолютно разные. И даже был такой случай, что одному молодому человеку вручили целый мешок доширака. Я возмущалась, я говорила, да что это такое за подарок на 18 лет, и мне говорили, Ната Смойловна, вы не правы, вы увидите реакцию, и эта реакция была. Ребенок не мог успокоиться целую неделю, он бегал по всему городу, сообщал, что ему подарили на день рождения. То есть вот этот вариант, он очень хороший на 18 лет, подарок на 18 лет. Я предлагаю классным руководителям в гимназии, может быть, и вы воспользуетесь этим. Также наша традиция, вы знаете, что количество курсов разное в гимназии. И мы благодарим на последнем уроке, когда заканчивается курс. Например, закончился курс музыки, и мы поблагодарили учителя цветами и словами за то, что мы не ждем последнего звонка, какой-то курс закончился в 10 классе, какой-то в 11, какой-то в 12. И вот мы ввели вот такую традицию, благодарить учителя, с которым ребята уже не встретятся, за то, что ребята получили знания у этого учителя. Еще одна традиция, наверняка она существует тоже в каждом классе, но это такой, так называемый, 23 февраля и 8 марта, но мы делаем этот праздник, у нас праздник мальчиков-девочек, так называемый, на первой неделе третьего триместра. И здесь тоже очень интересные варианты. Почему-то в 10 классе девочки мечтали подарить мальчикам подарок, то есть они хотели их накормить. И они предложили такой вариант, как давайте их накормим пельменями. В общем, они накупили разных вариантов пельменей, все это сварили, в столовой накормили, то есть они накормили не только наш класс, но еще и другие, то есть настолько было много. Но и мальчики, вы знаете, они были настолько поражены вот этим пельменем, что их подарок на 8 марта был чуть позже, они пекли блины. То есть абсолютно непредсказуемые варианты детей, которые очень запоминаются. В 11 классе это были уже пирожные именные, они заказывали друг другу, а в 12 классе уже очень трепетные, очень трепетные личные подарки. То есть у меня равное количество мальчиков и девочек в классе, 12 девочек, 12 мальчиков, и поэтому здесь вот как раз вот в этом году они очень так собирали вот каждая девочка мальчику, с кем сидит, а потом мальчик, который вот девочке тоже с кем сидит. Каждую неделю в нашей школе обязателен классный час, он стоит в сетке, расписание, но большая проблема 12 класса, что нам этого времени не хватает. Классный час идет 30 минут, но времени, когда нам нужно обсудить, нам нужно поговорить, нам нужно к чему-то подготовиться. Так как я еще работаю организатором, естественно, нужно проговорить будущее мероприятие, поэтому классный час нам очень нужен, мы всегда опаздываем с него на уроки, вот нам не хватает, нам не хватает времени обо всем поговорить, хотя мы встречаемся в течение дня и так далее. Развивающие беседы. В 10 классе я провожу развивающую беседу в первом полугодии. Почему? Потому что выяснить, правильно ли сделал выбор ребенок, придя в гимназию. Все-таки гимназию выбирают ребята, которые хотят продолжить обучение в УЗИ. Может быть, кто-то ошибся, и тогда будет время, чтобы не терять год, может быть, придется уйти. Хотя таких вариантов не было у меня в практике, но я все равно ставлю в 10 классе, чтобы именно в первом полугодии провести о ренговые эксклюзии. Мы ставим цели, задачи, мы ставим варианты, куда бы ребята хотели бы поступить, вариант А, Б, С, и вот с этими целями мы переходим в 11 класс. В 10 классе развивающая беседа у нас в присутствии, естественно, родителей. В 11 классе ребята уже сами выбирают, они хотят с родителями развивающую беседу или без родителей. Здесь уже, так как им исполняется 18 лет, кто как. И мы в 11 классе больше уже говорим о исследовательской работе, как продвигается работа, какая нужна помощь и так далее. То есть вот развивающая беседа в 11 классе больше нацелена на это. И опять-таки поменялись ли наши варианты А, Б, С, поступление в институт, как вот все движется, насколько ты заинтересован. Может быть, надо сдать на С1 эстонский язык, мы говорим про уже экзамен по английскому языку. То есть цель идет уже вот именно подготовиться к 12 классу. Также в 11 классе вот я прорабатываю работу с медалистами. То есть я смотрю, что у кого может получить медаль, с ними разговариваю, мотивирую, потому что некоторые ребята, как вот, потому что оценок много за курсы, они там теряются или что-то, так как у нас сделаны таблицы, они все это видят, все это просматривают. И, например, у меня есть такой мальчик, он говорит, ну, есть у меня одна четверка и есть, ну, что там такое? Я говорю, ты представляешь, что ты получишь денег за золотую медаль больше, чем за серебряную. То есть и так он так сидел, сидел и говорит, у нас, просто у нас город благодарит выпускников денежной премии. И задумался, и вот заканчивает школу с золотой медалью. То есть это такой вот плюс, потому что, если брать, например, ребята закончили, когда закончили девятый класс, было четыре отличника, то сейчас мы заканчиваем у нас восемь медалистов. Восемь медалистов, семь золотых и одна серебряная. Все-таки вот работа с медалистами помогает, то есть их подталкивает. Так как я организатор, я не стану говорить про школьные мероприятия и городские, иначе меня будет просто не остановить в этом плане. Поэтому, но, конечно, двенадцатый класс – это основа, опора моя, и мы участвуем во всех мероприятиях. Конечно же, ученическое представительство. Мы тоже проходили ночь в школе, но я была не столь восторжена, как вот предыдущий оратор, потому что у меня болела спина, я не могла слушать музыку, которую слушали дети, но я понимала, что через это надо пройти. То есть такой вариант, он действительно, я даже не понимаю, почему им это хочется. Я даже им говорила, ребята, ну объясните, ну что вот хорошего валяться в актовом зале на этих матрасах, и они говорят, вы не... То есть они точно так же принесли туда доширака, принесли, заказали себе пиццы, плясали джаз-дэнс, они были счастливы, кроме меня. Ну, то есть вот, но что не сделаешь ради детей. Проекты. К двенадцатому классу уже, вот в моем классе, ребята на таком, некоторые на таком уровне, которые пишут свои собственные проекты даже на республику и участвуют. У меня разное отношение к проектам. Я понимаю, что надо в них участвовать, но не в двенадцатом классе. В двенадцатом классе все-таки силы нужно тратить на подготовку к экзаменам, но они со мной спорят, и они мне говорят, Ренат, вы не представляете, это же мой проект, вот я буду, у меня это там, у меня это. У них прямо горят глаза, у них горят глаза. Они могут часами рассказывать про свои проекты, и вот в этом году мне пришлось отступить. То есть я как бы согласилась на участие одного мальчика, всеми защищала его перед другими учителями, но все-таки, наверное, проекты в двенадцатом классе, это сложно. Это сложно. Должны школьные проекты, конечно, наши ребята, как и в других школах, ездят в разные страны, участвуют в разные города и так далее. Думы о поступлении. Именно думы, потому что мы начинаем с ребятами рассуждать о поступлении, начиная с десятого класса, и здесь не только то, что мы ездим, конечно, мы исследовали все институты, мы побывали во всех высших учебных заведениях Эстонии, мы рассуждаем, и мы делали даже такую таблицу с ребятами, какой плюс получишь ты, если поступишь вот конкретно в этот ВУЗ. То есть мы рассматривали, есть ли там стипендии, есть ли там одежду выдают, может быть, выдают лаптопы, может быть, общежитие, то есть есть общежитие, нет общежития. И самое главное, мы задумывались, что будет с этой профессией и с этим ВУЗом через десять лет. То есть вот ты выбираешь этот ВУЗ, как ты думаешь, через десять лет эта профессия будет востребована. И вот мы с ребятами прямо рассуждали, ни в коем случае не забивая ничей выбор, но именно поэтому я и назвала думы о поступлении. Конечно же, на протяжении всей гимназии, десятый, одиннадцатый, двенадцатый класс, ребята проходят через мероприятия. У нас такая традиция, что в десятом классе обязательно участвуют, мы, десятый класс участвуют в школьном бале и посвящении в гимназисты. В одиннадцатом классе ребята участвуют в большой постановке, центральной на эстонском языке. То есть вся постановка, то есть идет на эстонском языке. И к двенадцатому классу, весь класс, естественно, подготовка к последнему звонку. И вот вы видите, как раз вот у меня остались на столе рабочим пригласительные ребят, которые ребята уже начали делать к последнему звонку. У них тут должны были быть воздушные шарики. То есть они уже начали. И вы знаете, они с таким трепетом особенно вот наклеивали выпуск 2020, они говорили, ой, это же такой магический выпуск, 2020, прям как будто себе вот учителя получат пригласительный, это вот выпуск 2020. Они с таким, с такой любовью писали сценарий, и мне так жалко, что вот этого у нас не получилось на данный момент, сейчас на данный момент, но это чуть попозже. Работа с родителями. Работа с родителями, мы виделись в десятом классе, с родителями на родительском собрании, потом на посвящении, ну понятно, что на всех праздниках, где выступают дети, и на Оренгу-Вестус. У нас есть группа с родителями, там мы решаем большие проблемы. Очень мы активизировались, и всегда это при подготовке к последнему звонку. Замечательные родители, радостные, что у них дети заканчивают школу. Мы с родителями снимали клип к последнему звонку, в несколько заходов, мы придумывали сценарий, и нам осталось снять только маленькую часть, и как раз карантин нам приостановил нашу деятельность, но мы с родителями решили, что мы все равно закончим наше видео, и подарим это видео детям на выпускном вечере. Подготовка у родителей к выпускному спокойно идет. Они только так спокойно мне пишут. Мы купили подарок школе, мы нашли платье. Я им пишу, вы уверены? Они говорят, да. То есть при этом такие работы спокойные, хорошие, замечательные родители. Выполняют все, что им сказали, и они советуются, радостные, у родителей как-то карантина нет. Нежданно-негаданно 13-го числа в пятницу, в пятницу пришло сообщение, что мы переходим на дистанционное обучение. Вот я очень хорошо запомнила этот момент. У нас был внеплановый классный час, пришел 12-й класс, и я им объявила, что мы уходим учиться по домам. То, что это был шок, это не то. Вы знаете, ребята смотрели друг на друга, качая головой и ища. Вот они искали, как же так, как же вот, как это произошло, почему именно с нами. Никто не торопился уходить. Но больше всего меня поразило, что они сидели, а руки у них были на коленках. Вот как маленькие детки. Я вот почему говорю, что я запомнила этот момент, и когда я их спросила, говорю, ребят, что вы еще, ну что-то непонятно, они говорят, а вам страшно? Это был их вопрос. Я говорю, конечно, страшно. Страшно, но не было у нас такой ситуации, мы не знаем, как, что. Меня сразу подключили к группе Вибери, потому что до этого я не была нигде в социальных сетях, и если нужно было что-то использовать, у меня был информатор, я сообщала ей, она сразу в группу кидала. Группа у нас, конечно, работает с утра до вечера сейчас, это понятно. Наш классный час, как был по вторникам, так и проходит. У нас у нас проходит в МИД Гугле, но единственное, что первые пять минут мы посвящаем, они как маленькие детки, сидят, машут друг другу руками. Девочки жалуются на мальчиков, почему мальчики не побрились. Некоторые кричат, подождите, я переоденусь, то есть одену футболки. То есть 10 минут мы тратим вот на это безумное, вот это помашите, улыбнитесь. Девочки показывают маникюр, который они сделали. Мальчишки проверяют, живы ли ресницы у них. То есть настроиться именно на работу классного часа, вот в МИД Гугле. Это очень тяжело. Но сейчас хорошо, у нас совместная работа идет с ЗАУЧем. Мы все время с ней на ВКонтакте, созваниваемся по 5-6 раз, решаем разные вопросы, потому что вопросов много. Прежде всего, это окончание курсов. И у ребят, конечно, оценки за последние курсы, конечно, они ниже, чем они могли бы быть, если бы мы учились в школе. Ребятам сейчас не хватает психологической поддержки. Вы знаете, я столкнулась с тем, что когда я звоню ребятам, которые не успевают, тебе нужно сделать это, тебе нужно это сделать. Мне вдруг стали звонить ребята, которые учатся хорошо и на отлично, и они обижены. Они говорят, а почему вы мне не позвонили? Я говорю, ну как? Я говорю, у нас вся информация в Вибере, у нас классный час. Я говорю, я же звоню двоечникам, и, а почему? А позвоните мне. Вот это для меня было просто открытие, я себе стала писать в галочках, то есть я себе отслеживаю, чтобы я на неделе обязательно позвонила всем детям хотя бы один раз. и отличникам, и хорошистам, то есть всем каждому, то есть я должна еще отдельно позвонить. Для них вот это оказалось очень важно. Вот это было для меня таким открытием. Какие проблемы возникли? Конечно, о них тоже уже говорили, это режим дня. Первые две недели ребята четко выходили в онлайн, просыпали, то есть посещаемость была уроков, как и до объявления, но как только объявили, что учеба продлевается до 4 мая, все, режим дня у нас сломался. Встали проблемы, учителя говорят, работы стали присылать полтретьего ночи и были очень возмущены, что им учитель не отвечает. Так я же послал, только вот полтретьего. Стали прогуливать, не проснуться, то есть приходилось прямо вот 8 часов и начинало будить. Вот эти проблемы появились. Ответственность. Вы знаете, самые ответственные это спортсмены. Те ребята, которые были вроде бы середнячками, но спортсменами, сейчас вышли в лидеры, у них все сдано, они бодры, они сделали зарядку, они готовы сбегать куда-то, что-то сказать, помочь, то есть выйди в лидеры, попали дети, которые вот у нас были спортсмены, середнячки. Некоторые дети, их ответственность, конечно, упала. Упала. Появилось в апреле, прямо вот, у нас 17 апреля должен был быть последний звонок, и вот эта неделя перед последним звонком, как были растеряны дети. Они прямо вот не верили, ну как же так вот? Они говорят, ну как это у нас не будет последнего звонка? Ну как у нас не будет? У нас в школе традиция, что выпускники заходят в зал на последний звонок, они должны пройти через всю школу с первоклассниками. И вся школа выстраивается, провожает. И они говорят, мы же 10 лет провожали других, а мне не дадут цветочка, и я не пройду вот с девочкой или с мальчиком. Понимаете, вот для них это было очень грустно. Мы с ними договорились, что они дадут свой последний звонок дома, каждый. Вот в то время, когда у нас должен был быть последний звонок, и ребята потом присылали в нашу группу вот эти видео, которые, вот я вам сейчас тоже покажу одно видео, которые, которые, сейчас, вот у нас, да, видео, чтобы вы увидели. Видно всем? Нет, мы не видим, мы видим эту папочку. Вы должны это видео расшарить, а не папочку. Это видео надо. Да, еще раз, прекратите трансляцию, нажмите на share screen и нажмите на вот это, или весь экран покажите, или вот именно это видео. А теперь? Нет. Нет, вы теперь, вы вот на эту зеленую кнопочку нажмите share screen. Ну, к сожалению, тут не получилось. Не получилось. Да. Просто, но маленькие секунды были, ребят, да. И ребята, скажи, да, и ребята присылали в группу нашу те видео, которые они сделали, маленькие, по 10 секунд, буквально. Кто-то в костюме давал последний звонок в кастрюлю. Это было настолько, вот вы знаете, трогательно и печально. Кто-то дел школьную форму парадную, вышел к школе давать. То есть кто-то, все по-разному, но ребята дали свой последний звонок. Но, к сожалению, индивидуально. Так получилось, и к чему я была вообще не готова, это то, что некоторые дети потерялись. Причем потерялись, у меня потерялся мальчик, который учился на 4-5, ни разу не прогуливал школу, не выполнял всегда все первый. Тихий, спокойный, хороший ученик такой и, к сожалению, абсолютно потерялся. То есть он пропал. Он пропал, я имею в виду, пропал по своим работам. Я подключала маму, я с ним разговаривала, я отправляю, я отправляю. И мне приходилось уже дойти до того, что он отправлял эти работы мне, а я отправляла учителям. Потому что только такой вариант мог заставить его работать. Вот у меня оказались несколько таких ребят, кто-то там послабже, но вот и были ребята, которые посильнее, не справились с этой ситуацией. Мой друг телефон, почему? Потому что с утра до вечера телефон все время включен, и вот как я вам говорила, что ребятам гораздо важнее, чтобы я лично позвонила. Вот, а мне позвоните, а еще раз уточните. То есть, мы сейчас живем вместе с телефоном. Сейчас, конечно, мы стоим над вопросом всю эту неделю, начиная со классного часа, это сдавать или не сдавать экзамены. Где-то кто-то выиграл из 24, 16, нет, 17 человек сдали на С1, и поэтому эстонские могут не сдавать, хотя у нас ребята сдают эстонские как родной. здесь они сами выбирают. С математикой там немножко попроще, узкий курс выяснил, куда что, то есть широкий весь остался, конечно же, все сдают. Про экзамены сдавать или не сдавать, мы работаем и обсуждаем с родителями, говорим, как посоветовать. С родителями опять говорим, зайдите еще раз на сайт и проверьте, что нужно, чтобы вот это спонтанное решение не было спонтанным. Ну вот они должны принять решение и к понедельнику мы должны уже администрации дать ответ. И, конечно, у ребят это проблемы с выпускным. То есть они меня спрашивают, я пока, к сожалению, не могу дать ответа им. Я говорю, что ребята, давайте мы об этом подумаем завтра, как говорят в любимом фильме. Но мы договорились, что к этой проблеме мы придем в конце мая. Вот в конце мая мы тогда подумаем, может быть, нам повезет и уже будет смягчение и эти ребята получат то, к чему они так шли и заслужили. Мы тогда сможем какие-то части из последнего звонка показать на выпускном. Вот. Или, может быть, проводить их, кто не проводил, да, по школе тоже. Ну, там мы уже как бы договорились, что будем думать и поэтому вот так живет двенадцатый класс, к сожалению. Спасибо всем за внимание. Может быть, есть вам. Я хочу вас попросить пойти вот туда в чатик и почитать комментарии. Там вам лично адресовано. Я думаю, что вам будет приятно. У меня на самом деле такой же вопрос, как вот тут у Людмилы. Ринат, а вот ваша мечта сбылась? Дети подарили двадцать четыре подарка, а вам, если это личное, вы не хотите... Нет-нет, вы знаете, я, например, позже все думала, гадала, что же мне вот, так как мы всегда принимаем участие и на Новый год друг другу дарим, и мне дети подарили... Они как бы замечают же, да, что учителя, там, знаешь, мы же все... Мы что любим, учителя сережечки? Ну, я имею в виду, когда мы уходим? И брошки. Я очень люблю брошки, и мне ребята подарили брошку из Kunsty Museum, вот эту красивую брошку, причем она у них была запакована в кучу коробок, и они с таким... Они все так смотрели, как же я открываю? Они снимали на видео, как я эту каждую коробку снимаю, поэтому нет, моя мечта тоже сбылась, и мне вот подарили такую замечательную брошку, и я всегда пытаюсь ее надеть, когда вот на какое-то идем мероприятие с ребятами. Здорово очень. Я говорю, вот такая любовь чувствуется, вот у всех вот, кого очень это все здорово, настолько это заряд позитива и от вас, и вот вчера было для младших школьных ступеней, это просто потрясающе. У меня, на самом деле, еще тут два вопроса. Правильно я поняла, что у вас девочки и мальчики сидят в классе по парам? 12 мальчиков, 12 девочек, вы сказали, что они там друг другу дарят, то есть мальчик сидит с девочкой, да, Суря? Да, мальчик сидит с девочкой, это четкое мое, наверное, из советской школы, как тут выяснилось, я тоже выпускница 50-й, Таллиннской 50-й школы, вот выяснилось. Но я детей постоянно меняю, они к этому привыкли. Начиная с 10-го класса, мы с ними договоримся. Каждый месяц мы пересаживаемся, и пока ребята не скажут мне, нам комфортно, не надо нас пересаживать, то я их оставляю. Хорошо. И как правило, что за 10-й, 11-й, ну, начало 11-го класса, то есть они спокойно. Так, Рената, признавайтесь, свой класс используйте больше в мероприятиях, чем остальные, они у вас всегда под рукой? Ну, они всегда под рукой, да, они, конечно, под рукой, то есть плюс они у меня такие активные, они у меня хорошие, конечно, я пытаюсь, мне, естественно, с ними легче, то есть это у меня такие вообще золотые дети, которым заходишь, надо, я. Может быть, потому что действительно я организатор, и им как-то со мной так, вот, но их использую постоянно. Хорошо. Все, ну, это здорово, когда свои дети идут. У меня, на самом деле, все, мы сейчас сразу практически закончим. Один маленький вопрос вот к Светлане и к Ренате, на самом деле. Про развивающие беседы. Светлана, вы очень много говорили про вот дружность класса, и вот это вот все, это очень здорово. А что с развивающими беседами проводите, вы не проводите, или в этом нет необходимости? Потому что вы, я так понимаю, очень-очень много с ними общаетесь, и так. Да, я действительно очень много общаюсь, поэтому развивающие беседы в конце года проводим. Сейчас вот мы проводим онлайн, то есть опросники онлайн ученикам, родителям, и если вот я просматриваю все внимательно, если какие-то вопросы есть, то я связываюсь с ними уже по Google Meet и задаю там вопросы. Да, тоже, конечно, все это есть. Но поскольку мы постоянно в процессе общения, поэтому я о детях очень много всего знаю. Ага, окей. Ренат, у вас что с развивающими беседами? У меня все стабильно. Стабильно. Нет, я имею в виду, что я тоже отношу, у меня развивающие беседы идут, как я не стараюсь, они идут 40 минут. 40-45, и, конечно, мы, я тоже, у меня есть особый план, как я выстраиваю эти беседы, и к ним тоже, у меня тоже все папочки, я тоже с ними работаю. То есть вот особенно, и особенно вот, когда у меня ребята были в четвертом-пятом классе, не этот выпуск, а предыдущие. Вы знаете, я пришла к такому вопросу, я так это, я всегда задавала такой вопрос ребятам, назови свои три обязанности. Какие у тебя дома, в жизни, вот эти обязанности. И вот здесь было очень смешно, как родители, они говорят, какие у него обязанности? Только учиться. А некоторые дети как раз вот мне говорили, ой, у меня обязанность, я заправляю кровать, гуляю с собакой, там, и вот эти вопросы, мне потом родители многие, вот на выпускном, в девятом классе, потом еще, они говорят, слушайте, вот этот вопрос, я прям ходил и задумывался. И я вот пытаюсь вот тоже вот в развивающих беседах вот простроить, чтобы все-таки вот эти развивающие беседы, они приносят пользу, они приносят большую пользу мне, и ребятам, родителям. Хорошо, спасибо огромное. Так, я выключу запись. Спасибо всем большое. Так, сейчас я на эту запись выключить. субтитры сделал DimaTorzok,